Протеерей Иоанн Берр Родился в Великобритании. Первую степень бакалавра искусств получил в 1987 году в Лондоне. Изучал богословие в Греции, после чего под руководством епископа Калиста Уэра защитил магистрскую и докторскую диссертации в Оксфордском университете. С 1993 года преподает в Свято-Владимирской богословской семинарии США. С 2007 года декан Владимирской семинарии. Автор ряда монографий и научных статей. Ваше выступление на конференции было на очень важную тему. О христианском понимании человеческой личности и о связи человеческой личности и божественной. В этом плане, как вы рассматриваете кризис современного светского общества, что может сделать христианство для этого общества, чтобы помочь ему понять личность человека в связи с личностью Бога? Я буду очень конкретен в этом вопросе. Я боюсь, что много современных богословов не занимают конкретную позицию в этом вопросе. Довольно сложным. Я бы предложил сосредоточиться на Христе. Осознание того, кто есть Бог, для нас конкретизировано, очерчено в рамках понимания личности Христа. Он, лик невидимого Бога, настолько, насколько позволяет его вместить наше восприятие. Лик, в котором обретается божественная полнота. Если мы хотим знать, как выглядит Господь, мы обращаем взор на личность Христа, распятого и воскресшего. В то же время мы понимаем, что это проявление и человеческой личности. Христос — это не только проявление истинного Бога, но и проявление истинной человеческой личности. Эта мысль основана на утверждении святых отцов — воистину Бог, воистину человек. В богословском плане ранняя Церковь обращала больше внимания на первую часть, что есть истинный Бог, и мало рассматривала вторую часть, что есть истинный человек. А следствием, вытекающим из утверждения, что Христос — воистину человек, является факт, что мы еще пока не сложились как личности. Отсюда и мысль ранней Церкви, что мы еще не личности. Мы люди разного пола и возраста, но мы не личности. Святой Игнатий Антиохийский, будучи схваченным в Антиохии в 105-106 годах, чтобы подвергнуться пыткам в Риме, обратился к своей пастве со словами, «Что бы вы ни делали, не пытайтесь избавить меня от грядущего мученичества, не пытайтесь сохранить мне жизнь. Если вы будете пытаться спасти мою жизнь, вы погубите меня, а я хочу быть заново рожденным. Муки рождения ждут меня. Скоро я появлюсь на свет, «И если я умру со Христом в сердце, я стану истинным человеком». Поэтому мы еще не личности. Христос – личность. Если открыть книгу «Бытия» в самом начале, на акте творения, мы прочитаем, что Бог говорит, «Да будет это, да будет земля, да будут растения, да будет...» И затем Он заявляет нечто иное. И сотворим мы. Он размышляет над этим и говорит, «И сотворим мы человека по нашему образу». Это Божий замысел. Но в книге «Бытия» Бог не сотворяет человека. Он сотворяет мужчину и женщину. Вспомните, в момент Своих страстей, я имею в виду Евангелие от Иоанна, Христос говорит, «Свершилось». Что свершилось? Свершился замысел Божий, и сотворим мы человека. Перед тем, как Христос идет на крестные муки, согласно Евангелию от Иоанна, Пилат говорит, «Се человек». Отсюда начинается процесс творения человека. И если мы задумаемся о том, что происходит в церкви во время Страстной Седмицы, мы увидим явную связь. Мы поклоняемся Кресту, читаем 12 Евангелий, в Великий Четверг, в Страстную Пятницу, мы вспоминаем погребение Христа, и затем мы поем, «И это есть благословенный день субботний, в который Бог почил от трудов Своих». Не словно благословенный день субботний, или словно Бог почил от трудов Своих. Нет, мы поем именно благословенный день субботний, день, в который Господь почил от трудов Своих. Вот он здесь, образ Божий, вот он человек, личность Христа. Человек создан именно сейчас, на кресте, в Великую Субботу. Итак, возвращаясь к первой главе Бытия, еще раз говорю, что Бог не создал человека, Он создал мужчину и женщину, отягощенных неизбежностью смерти, поскольку люди умирают. То, что явил нам Господь Иисус Христос, это использование нашей смерти для приобретения жизни. После явления Христа и Его крещения, пассивность и безволие человечества перед смертью прекратилась. Христос позволил нам использовать смерть как инструмент для достижения жизни. То есть, я добровольно умираю для этого мира, для мира Адама, когда принимаю крещение. Свобода становится основой моего нового существования, где я учусь быть человеком. И я стану человеком, если приму мученическую смерть или буду вести аскетический образ жизни, отрицая самого себя, когда я сам не живу, но живет во мне Христос. Мы все смертны. Карьера, учеба, деньги, школа, все это приходит и уходит, и только смерть неотвратима. Отсюда вывод, что единственным важным вопросом является то, как мы хотим перейти в мир иной. В смятении и считая смерть преждевременной и незаслуженной, или думая о Христе, о том, что Он позволил нам использовать смерть во спасение Себя и наших ближних. Многие богословы и ученые на проходящей конференции и в мире говорят сегодня о кризисе, религиозном, этическом. Вы согласны с ними? Находится ли наше общество в религиозном и моральном кризисе? Я думаю, мы действительно находимся в кризисе. Я говорю про Америку и Западную Европу. Я не знаю ситуацию в России. Мы находимся в глубоком кризисе по множеству причин. Только что я упоминал проблему личности. Мир стал слишком сложным. За последние 20 лет произошел сильный научный скачок. В античности, в средневековье, мир был прост. Родился, жил, умер. Тебя крестили, ты стал ближе к Господу. Сейчас же с развитием генетики, молекулярной биологии, все изменилось. Глобальный вопрос, что значит быть человеком, стал теперь намного сложнее, и потому структура общества тоже стала сложнее. Мы живем в обществе, которое охвачено нигилизмом, конформизмом, постмодернизмом, постколониализмом, мультикультурализмом и другими движениями. В этом обществе привычна система ценностей, где Господь на небесах, люди на земле, и все идет своим чередом. Отсюда и невообразимые мысли и огромные трудности. Мы живем в таком мире, где становимся страшными потребителями. Мы должны были бы думать о том, что быть человеком значит носить в себе образ Божий, соблюдать христианские традиции. Мы должны развивать умеренность. Но нам внушают культуру потребления. Нам кажется, что мы свободны в выборе. Мы думаем, что мы свободны. И под этими словами мы подразумеваем свободу выбора. А эта свобода заявляет о праве выбора между двумя сотнями видов томатного кетчупа в супермаркете. А мы считаем это великой свободой. В действительности же все намного сложнее. Да, мы находимся в кризисе. Современное общество бросает много вызовов в православной церкви. Чем может церковь ответить светскому обществу? Христианство – это не просто лишь альтернативная религия. Это не просто религия, вызывающая благоговейный страх, которую мы лишь выбираем, чтобы саморазвиваться. Нет. Церковь дает наиболее полное представление о том, кто есть Бог и кто есть человек. И этот вопрос дает Церкви наибольшую аскетическую и духовную силу. Понимание Бога – разве это не самое великое открытие, которое человек может сделать? Разве оно не убедительно в своей красоте? Наше общество очень либерально. Если ты хочешь во что-то верить, верь. Для многих людей вера сейчас не является врагом, она для них явление, которое может существовать, но этим людям все равно, что это такое. Это нечто новое, над чем мы должны усиленно трудиться. Это шок для православной церкви и для всего христианства в целом. На протяжении последних 15-18 столетий христианство было имперской религией. Вспомним Византийскую симфонию церкви и государства. Эта симфония распалась в Западной Европе вскоре после реформации. Затем грянула Великая французская революция. Да, это является в некоторой степени шоком для христианства найти себя в ряду мировых религий, где всегда есть выбор и предложение. Но в этом положении церковь уже находилась первые три века. Когда появилось христианство, оно было одной религией среди множества других. Но мы забыли об этом с течением истории и развитием церкви. Когда появилось христианство, существовали язычества, африканские верования, все они тесно переплетались. Христианство пришло в мир как еще одна возможность, потенциальность. И единственным путем убеждения других было не обратиться к государству или другим социальным институтам, а предложить нечто такое, чего не могли предложить другие религии, нечто новое, и не просто ради самой новизны. Христианство предложило страдания Христа и Его искупления. Вера познается через красоту и удивление, просветление. Это должно быть явлено. Это не просто слова, это поступки, это образ жизни. Этот образ жизни должен убеждать других людей, заставлять их говорить самим себе, что происходит, кто такой Бог, кто Он, почему Он не следит за людьми, как строгий надсмотрщик. Так было в первые три века. Ситуация сейчас такова, что мы находимся в постимперской эпохе, и наша церковь является социальным институтом, который активно развивался как раз во времена империи. И теперь мы удивляемся, неужели церковь – это всего лишь организация? Ведь в первые века все было иначе. Были личные наставники, епископы. Все было индивидуально, аскетика, мученики и так далее. Нам стоит вспомнить все это. Тогда ты не мог требовать веры от кого-то. Нет, ты должен был вести себя так, чтобы оказывать помощь другим – и христианам, и язычникам, врачевать всех, и уже через это обращать людей к вере. Продолжение следует...